Андрей Потом пришла перестройка, а с ней такие легенды, как Виктор Цой и Константин Кинчев. Тогда и в регионах начали выходить из-под поля. Ну что придумал, даря стройку, о что нарушил мой покой. Двор на улице Барсуева, конец 80-х. На кадрах автор практически всех текстов «Амальгамы» Андрей Гаврилов и его усатый товарищ Зарик. Эта группа – сплошной идиотизм. Четырем бездельникам разного возраста вдруг вздумалось сыграть квартет. Так Гаврилов писал когда-то в своем дневнике, должно быть, и не предполагая, что приобретет такую популярность. Одного из основателей рок-движения в Бурятии нет на свете уже более 20 лет, но его песни живут по сей день. И одна из них даже стала практически гимном города. Сам война мой город, наверное, знают все, да? Девушки на каждом корпоративе поют малым-мала, а я роста в мала не хватает сантиметра. Поэт из народа или просто текстовик, как он сам себя называл, не должен оставаться в забвении. Его племянник решил увековечить память дяди не только табличкой на доме, где он жил, но и большим концертом. На нем соберутся рок-музыканты республики. Одна проблема – нет денег на аренду зала, как и на печать сборника стихов. Он написал песню памяти Высоцкого. И здесь есть такие слова, где он пишет, что может миллион, может десять остались любовью его опаленных. Как при жизни он, весь как боль, весь как нерв оголенный. Вот он так и жил. Хотя стихи были написаны память именно Владимира Владимировича Высоцкого. Всю информацию, необходимую для того, чтобы помочь в организации памятных мероприятий, можно найти на нашем сайте. Ася Касьянова, Евгений Павлов, Новости дня.